Николай, скажите, вот такое вот слияние трёх партий — Солидарность, Удар, Народный фронт — не ведёт ли к тому, что в парламенте скоро будет переформатирование коалиции? Переформатирование коалиции будет происходить. Частично это анонсировал уже и Арсений Яценюк. Дело в том, что, опять-таки, поскольку понизил старый рейтинг Народного фронта, то его акции должны быть уменьшены и в кабинете министров, и в коалиции. И, естественно, что изменения будут происходить. Пытаются эти самые крупные игроки, пытаются сцементироваться таким образом, но, тем не менее, им придётся поделиться частью полномочий. Во-первых, и с оппозиционным блоком они даже согласно регламенту должны делиться частью полномочий, потому что в регламенте чётко указано, что оппозиция получает определённое количество комитетов пропорционально, должна была минимум три комитета получить, а оппозиция не получила ни одного комитета. И более того, что полнейший абсурд, власть контролирует комитет по свободе слова и информации. Но такого в истории Украины никогда не было, чтобы власть контролировала комитет по свободе слова. Ну и, естественно, вот такие игроки, как блок Юлия Тимошенко, радикальная партия Олега Ляшко, они попытаются либо получить больше полномочий в Верховной Раде и в Кабмине, либо делать ставку на перевыборы Верховной Рады. Соответственно, более крупные игроки должны будут либо частично удовлетворить их аппетит, либо идти на перевыборы. По кулуарной информации пока всё-таки склоняются к тому наши политические киты, чтобы провести всё-таки перевыборы Верховной Рады не позднее июня 2016 года. Скорее всего, Верховную Раду тоже будут перезагружать. Но, естественно, ещё будет вокруг этого много торгов. Частично отсрочить это можно, удовлетворив аппетиты более маленьких партий. Как сказал не совсем прилично один украинский политик мелко членов.